Это не выбор, это надувательство. Очень остроумно, кстати. И в точку. Так, здрасте. Здрасте. Привет. Чуть-чуть дальше, говорит, на пропуске это надо получить. Вот там уже Дарья Кимурович стоит. Аккуратно. Три минуты после снятия Фарнаса зарегистрировали гражданскую платформу, которая нарисовала все свои подписи. Ее даже не послали на графологическую экспертизу. Мы считаем, что это беспредел. Я ходил вместе с Иваном Стариком, голодающим. Продержали мы их требования полностью. Сейчас мы здесь выступаем за то, чтобы ЦИК, который начал работу уже по данному вопросу, зарегистрировал партию Фарнас. Сегодня заседание по этому вопросу проводится. Но мы сегодня выражаем протест в связи с отказом в регистрации повсеместно, где он происходит. И Фарнасу, и гражданской инициативе, и партии Родина тоже. Мы считаем, что на выборах все должны быть равны. Все, точка. Вы наплодили тысячу партий своими дурацкими законами, так теперь обеспечьте их равенство. А если вы совершили такую глупость в свое время, то виноватым в этом вы, депутаты Госдумы и Центр сборком, который это поддержал. А если на выборах неравные права, то это средневековье, а не правовое государство. Мы за то, что вообще этот административный барьер под названием сборком, вообще убрали. Потому что это просто ограничение. Понятно, на что оно направлено. Все, значит, нам отказали, как вы знаете. Нам отказали, значит, нашему объединению в регистрации. Поэтому это вполне ожидаемо. Но важно то, что мы с Алексеем оба выступили, призвали членов комиссии, так сказать, к их совести и к ответственности перед Конституцией и законами. И законами, значит, да. Но это не подействовало нашей призыве. Члены комиссии приняли решение единогласно, как это у них и было подготовлено, отказать нам в регистрации. Причина надуманная. Это всякие смешные опечатки и ошибки. И, может быть, умышленные, может быть, неумышленные, ложные или неправильные сведения в данных СУМС и так далее, так далее. Вопрос не в этом. Не рассматривается как право граждан на участие в выборах. Рассматривается как бюрократический механизм, как придумать побольше заковык и запятых не в том месте, чтобы отказать. Поэтому это было заготовленное решение. Но мы понимаем и рассматриваем как решение Путина. Вы знаете, Чуров де-факто это глава Министерства выборов. Он озвучил решение федеральной власти. Парнас не пускать. Мы к этому готовы. Хотя, конечно, нас очень, как Алексей говорит, нас это бесит. Но не то, что, так сказать, бесит. Мы готовы бороться и будем продолжать эту борьбу. Выборы в 2016 году не за горами. И мы, безусловно, будем в них участвовать. Начнем уже в сентябре. Уже начало подготовки к ним. Как я уже сказал, лично я расцениваю это решение Центральной избирательной комиссии просто-напросто преступное. То есть они совершают формальное преступление, которое уголовным кодексом предусмотрено. У граждан есть избирательные права. Почему-то какие-то вот эти странные люди, которые очень сильно с виду похожи на ГКЧП и по стилю разговора и по всему, они приняли решение, что в Новосибирске, и на самом деле сегодняшним решением подтверждено, что и в Магадане, и в Костроме, и во всех остальных регионах, где Парнас пошел на выборы, он идти на выборы не должен, потому что это ставит под угрозу гарантированное большинство для Единой России. Мы с этим решением не согласимся никогда, и мы будем добиваться реализации наших избирательных прав просто потому, что мы знаем точно, что существует огромное количество людей, которым нужна демократическая альтернатива, нужна наша демократическая коалиция, и которые не согласны с тем, что в Государственной Думе, в региональных парламентах, ну нет ни одного приличного депутата, который говорит о том, о чем на самом деле люди думают и что людей интересует. Ярославль есть. Я, с вашего позволения, обращу внимание на одну важную, как мне кажется, оговорку Чорова. Которая очень ярко свидетельствует о предвзятости и предрешенности тех вопросов, которые избирательная комиссия рассматривает. Вот уже проголосовав за отказ Парнасу на участие в выборах в Новосибирске, Чуров сказал, что с нетерпением ждем, когда поступят жалобы на отказ в регистрацию Парнасу в Костроме. Хотя, как вы знаете, решения об отказе в регистрации в Костроме Парнасу пока еще не было, только на завтра назначено заседание комиссии. Ну, судя по позиции председателя избирательной комиссии, которая уже сейчас озвучена, хотя он, очевидно, не знает ни материалов, ни знаком ни с нашими подписями, очевидно, что решение уже предрешено. Это, конечно, говорит о неком системном решении, не о том, что есть вот некие эпизоды Новосибирск, Магадан, Кострома. Есть определенно системное решение о том, что демократическая оппозиция не должна быть допущена к выборам. И избирательная комиссия на региональном уровне, центральная избирательная комиссия являются не более чем рычагом для выполнения этого политического решения, которое, мы не сомневаемся, принято в Кремле. Чудо! Чудо! Чудо сделано!